В семье Ковынёвых растут три дочки, три сестры. Для полного счастья не хватает только домика с вишнёвым садом. Делится мечтами многодетная мама Анна. Она впервые увидела участок земли, на котором этот дом предстоит построить. В представлениях картина была иная. В реальности оказалась огромная гора земли и глины. Но отказываться от мечты многодетные родители не намерены. Тем более, что место прекрасное. Орлов-Овраг в черте города, вблизи от нового микрорайона. Нам хотелось бы жить в своём доме и выращивать, что получится. Планируем, что в ближайшее время, если земли уберут, проложат коммуникации, то мы с удовольствием сюда переедем. Конечно, построимся, после этого переедем. В 2007 году территория Орлова-Оврага отдавалась под отсыпку, но только плодородным грунтом. Фактически, здесь была устроена свалка строительных отходов. Многодетные семьи обратились за поддержкой в областную общественную палату. Городские власти, профильные ведомства и общественники на месте встретились с будущими новосёлами, чтобы оценить масштабы ситуации и найти пути решения проблемы. По предварительным оценкам, привести эту землю в порядок можно в течение полутора лет. В настоящий момент комплекс решений выработан на эту тему. Как эти свалки будут отсюда устраняться. Ну и контроль со стороны Министерства имущественных отношений в этой части совместно с местной администрацией города Самара будет установлен очень жёсткий. В ликвидации свалки будут принимать участие как ближайшие застройщики, чья вина в образовании этих отходов тоже есть. Поможет здесь и бюджет муниципалитета, бюджет городского округа Самары. И мы думаем, что в течение полутора лет, может быть немножко побыстрее, по крайней мере мы будем стараться эту землю очистить, приведём эту территорию в порядок. Несанкционированная свалка образовалась в том числе и потому, что должного контроля и мониторинга со стороны ответственных структур в предыдущие годы не было. Сегодня начали комплексно бороться за чистоту подобных пустырей. В Орловом овраге за этот год провели 24 проверки. Одного нарушителя поймали. Теперь ему грозит штраф в 50 тысяч рублей. На сегодня у нас определено это место, ещё раз говорю, для патрулирования. Сегодня здесь установлен щит о запрете размещения отходов. Этот же адрес у нас включён для того, чтобы здесь установить видеофиксацию. Борьба с несанкционированными свалками отходов в Самаре усиливается. На прошедшем недавно в администрации совещании с участием силовых структур были заданы стандарты межведомственной работы, которые позволят объединить усилия в этом направлении. Новая система работы уже дала первые результаты. Недавно за подобные правонарушения были привлечены к ответственности водители четырёх грузовиков, задержанные на Ракитовском шоссе.